Евангелие Иисуса Христа и наставление Его апостолов учит нас так, чтобы мы испытывали духов, от Бога ли они. Духи имеются в виду ангелы. Вы знаете, что в мире существуют либо ангелы Божьи, либо падшие ангелы, нечистые духи. И те, и другие могут являться людям. В той или иной степени они могут учить, наставлять. Они могут являться просто, говоря людям в мыслях, они могут также являться и видимым образом, что неоднократно уже происходило с людьми по всему миру. Так вот, в данном видеосообщении мое обращение будет относиться к последователям Уильяма Мариона Бранхама, который считается последним из пророков, который считается пророком в духе Илии, Иоанна Крестителя, в духе Христа и в духе Моисея, который считается предтечей пришествия Иисуса. Так вот, его история жизни свидетельствует нам о том, он сам своими устами свидетельствует, как к нему пришел ангел и дал ему поручение. В проповеди «Как ко мне пришел ангел» и его поручение Вильям Бранхам рассказывает, что он долгое время мучился от того, что он не понимал, под воздействием какого духа проявляется у него дар. Один из его даров – это были видения. К нему приходили видения, по его словам, начиная с двухлетнего возраста. И он от этого мучился, не понимая, от кого они в нем. Далее он рассказывает, что он ушел в лес, в некую лачугу, ну, что-то типа охотничьего домика, и пребывал там долгое время в молитве. И он рассказывает, как он, находясь в этой лачуге, услышал шаги. Он испугался, он увидел босую ногу, и через некоторое мгновение он увидел человека. Это был ангел с его слов. И он описывает, что тот ангел был смуглый, у него были длинные волосы. Кстати, заметьте, крыльев у него не было, потому что у ангелов не существуют крылья. Но это другая тема. Может быть, я продолжу в других видео. Так вот, вернемся назад. Когда этот ангел к нему явился, этот ангел ему сказал, не бойся, я послан из присутствия Божьего. И ангел ему сказал, что твоя жизнь с этими непонятными для тебя вещами, ну, то есть я тебе ее объясню. Да, я своими словами пересказываю. Дальше обратите внимание. Поручение от ангела звучало так. Со слов у Вильяма Бранхама это звучит так. Если ты будешь искренен и сделаешь так, что люди тебе поверят, ничто не устоит перед твоей молитвой, даже рак. Находясь практически 16 лет в учении, в послании Вильяма Бранхама, я никогда не придавал значения глубокому, так сказать, анализу данного поручения. На протяжении нескольких месяцев эта тема крутится у меня в сердце, поэтому сегодня я решаюсь ее записать, исключительно для последователей. Так вот, давайте повторим слова ангела. Если ты, то есть ты, Бранхам, Вильям, сделаешь так, что люди поверят тебе, то ничто не устоит перед твоей молитвой, даже рак. Так, Евангелие учит нас испытывать духов. Я не берусь говорить, был ли это ангел от сатаны послан или ангел от Бога. Я хочу, чтобы мы рассудили в согласии Писания. Писание говорит испытывать. Так вот, обратите внимание. На мой взгляд, поручение от ангела является больше, чем странным. Почему ангел не говорит ничего об Иисусе Христе? Почему в речи ангела не присутствует Христос? Не присутствует то, чтобы ангел говорил ему, Вильям, ты должен обращать людей к Иисусу, к Голгофе, ну и к прощению их грехов, проповедовать им Мессию и Иисуса. Но обратите внимание, что поручение говорит, если ты сделаешь так, что люди поверят тебе. Почему он не сказал, что ты должен делать так, чтобы люди верили Иисусу? Но ангел говорит, если ты сделаешь так, что люди поверят тебе, тебе, то тогда, он говорит, ничто не устоит перед твоей молитвой, даже рак. И в действительности у Вильяма Бранхома сопровождали на его поколение величайшие чудеса и знамения. Были массы исцелений, массы освобождения людей. Заметьте следующее, что Вильям Бранхом не приступал к дару развлечения духов, а Вильям Бранхом знал развлечения сердечных тайн у людей. Обратите еще раз внимание, Вильям Бранхом очень часто говорил, что он не делает ничего, пока не придет этот ангел. То есть, этот ангел приходил каждый раз к нему на служение. И без этого ангела Вильям Бранхом ничего не мог совершать, потому что ангел говорил ему. То есть, Вильям Бранхом, те видения, которые были у Вильяма Бранхома, и тот голос, который он слышал с самого детства по своему свидетельству, этот же голос приходил к нему в виде ангела. Потому что Вильям Бранхом говорит, когда в эту лачугу пришел этот ангел босиком, он говорит, я узнал его по голосу. У него был низкий голос. Он говорит, я узнал его голос, потому что он говорит, я этот голос слышал с детства. Голос он слышал по его словам, слышимым образом, физическим ухом. Поэтому впервые в лачуге он увидел его вид, как вид человека. И он узнал, что это был тот же голос, который с ним говорил. Так вот, давайте сегодня подумаем, почему поручение от ангела не звучит так, чтобы Вильям Бранхом призывал людей верить Иисусу. Почему он должен был делать так, чтобы люди верили Ему? Следующее. Как я уже сказал, Вильяма Бранхома сопровождали чудеса и знамения. Точнее, этот ангел через него совершал все эти вещи. Это видно из слов и служения самого Уильяма. Например, в проповеди, в видео проповеди «Бездна призывает бездну» Вильяма Бранхом касается речи об ангеле и всегда говорит, что он ожидает присутствия этого ангела. Он даже научился видеть его присутствие, различать. Он знал, чувствовал. Он чувствовал этого ангела, когда тот к нему приходил. И начинался, так сказать, не то что сеанс, а служение, развлечение или служение, исцеление. Теперь смотрите следующее. Последователи, брата Бранхома. Обратите внимание, что не все вещи, которые говорил ангел, в дальнейшем исполнялись. То есть, некоторые вещи конкретно исполнялись, но некоторые вещи, некоторые пророчества, которые говорил ему этот ангел, конкретно не были исполнены даже до сегодняшнего дня. Приведу по памяти случай. Вы знаете, такого служителя, очень влиятельного в служении послания, этот служитель уже умер, его звали Иосиф Кульман. Он считается среди последователей апостолом, то есть продолжителем служения у Ильяма Бранхома. Так вот, на служение Уильяма Бранхома Иосифу Кульману было через развлечение сказано, так говорит Господь, ты исцелен. О чем и свидетельствовал сам Иосиф Кульман во многих проповедях. Иосиф Кульман болел, насколько я знаю, с сахарным диабетом. Но до самой смерти Иосиф Кульман так и не был исцелен. Хотя во многих проповедях Иосиф Кульман много раз свидетельствовал и говорил, мне было сказано, так говорит Господь, и я на этом стою, что я буду исцелен. Но так и умер. По какой причине? Поездка в Африку тоже потерпела провал. Когда тот же самый ангел, который дал ему поручение, тот же ангел, который, по словам Ильяма Бранхома, разговаривал с ним с двухлетнего его возраста, тот же самый ангел сказал ему пророчество относительно Африки и Вильяма Бранхом потерпел провал в своем служении. Относительно Индии было точно так же. Было два пророчества относительно Африки и Индии, в которых Вильяма Бранхом потерпел провал. Эти пророчества так и не исполнились при его жизни. Хотя ангел говорил в одном из пророчеств, что у тебя будет палаточное служение, и там будет у тебя 300 тысяч обращенных. И эти служения, которые организовывались, были полностью провалены. Это так и не исполнилось до конца жизни Вильяма Бранхома. Существует не то что массы, но много случаев, в которых Вильям Бранхом под развлечением Духа при служении и содействии этого ангела говорил именем Иисуса Христа, как так говорит Господь. Но это не происходило. Например, в одном из служений после проповеди, к сожалению, не помню название, но последователи должны знать хорошо. Я это очень хорошо запомнил. Вильям Бранхом в конце проповеди во время служения с этим ангелом дает развлечение сердечных тайн и говорит о своей собственной дочери. Такие слова. Дочь, находясь в развлечении, то есть он говорит именем Иисуса, дочь, когда ты вырастешь, ты будешь пророчицей Господа. Но сегодня мы знаем, эта зрелая женщина, она не является пророчицей Господа. То есть и таких примеров еще можно много и много и много приносить из жизни и служения Вильяма Бранхома. Надеюсь, что этого короткого примера, который я привел, вам будет достаточно для того, чтобы порассуждать над явлением этого ангела. И что это был за ангел. Причем сам Вильям Бранхом неоднократно учил, если какой-то ангел, дух, будет говорить, и это не сбудется, Вильям Бранхом учил так, что вы должны прекратить пророчествовать и слушаться того ангела или духа, который вам что-то сказал, но не произошло. Он даже сказал, среди вас злой дух, вы должны отречься от такого влияния и действия. Но обратите внимание, что сам Вильям Бранхом, несмотря на то, что слова ангела, сопровождающего его, не всегда сбывались, и не во всем, хотя во многих вещах сбывались, но есть вещи, в которых не сбывались слова ангела. Хотя сам Вильям Бранхом до самой смерти продолжал слушаться ангела до самой смерти. Вильям Бранхом был в полном послушании у этого ангела, и без этого ангела не делал ничего, несмотря на то, что слова ангела и пророчества не сбывались. Теперь я оставляю это на вашей совести. Сделайте вывод перед Господом, искренне вопросив у Господа. Но мое мнение таково, что тот ангел, который говорит от имени Божьего, и не исполняются слова пророчеств, этого ангела не нужно бояться, этого ангела не нужно слушаться. Даже апостол Павел сказал, если какой ангел будет учить чему-то иному, или даже мы, да будет анафема. Любой ангел с неба. Вы, как верующие, имеете право испытывать ангелов. Лично я не боюсь ангела, который сопровождал Вильяма Бранхома. Я имею право не бояться этого ангела, и не бояться тех откровений и учений, которые приносил ему тот ангел. По одной простой причине, что не все слова и пророчества этого ангела сбывались при жизни Вильяма Бранхома, как то было сказано им.